всех привет на своем канале дорогие мои друзья мои девочки мои любительницы вязания все кто решил ко мне заглянуть на канал это моя шаль связана узором типа ананас она связана из пряжи alize angora simli крючком 22 с половиной но сегодня я вам хочу показать этот узор правда другой пряжи и давайте приступим итак для начала вывязывания мы будем вязать от угла и расширение идет по бокам для этого начинаем вязать таким образом сначала мы делаем петельку и набираем 5 или 6 воздушных петелек затем замыкаем в колечко и делаем следующим образом вытягиваем еще одну петельку делаем ее длинненькую затем накид вытягиваем еще раз накид это получается пышный столбик мы его закрепляем в 1 воздушная петелька и еще один пышный столбик с тремя накидами дальше 2 воздушные петельки накид и в это же колечко вяжем столбик только его делать будем как бы удлиненный столбик то есть вытягиваем ниточку закрепляем и получается у нас столбик 1 воздушная петелька опять накид вытягиваем ниточку удлиненная петелька такая получается закрепляем ее и получается воздушная петелька дальше 2 2 воздушные петельки опять накид и далее в колечко вяжем опять пышные столбики 1 накид 2 3 закрепляем его 2 воздушные петельки и сюда же опять вяжем еще один пышный столбик с тремя накидами получается таким образом вот эти вот боковые пышные столбики это и есть наши кромочные пышные столбики которые идут вдоль всего изделия теперь переворачиваем изделие на следующую сторону и сюда же между двумя пышными столбиками опять будем вязать пышный столбик закрепляем воздушную петельку вытягиваем ее и опять вяжем пышный столбик воздушная петелька и опять пышный столбик вы можете делать 2 накида 3 накида 4 накида это будет зависеть от толщины вашей пряжи так как пряжа у меня естественно совсем другая поэтому я вам об этом говорю и так далее закрепляем вытягиваем опять длинную петельку закрепляем ее вот таким образом делаем накид и идем в наши два столбика сюда промежутку между двумя столбиками вяжем 4 столбика опять удлиняем нашу петельку закрепляем ее затем воздушная петля и еще один столбик удлиняем петельку закрепляем воздушная петелька и так мы провязываем 4 столбика третий столбик воздушная петелька и четвертый столбик дальше удлиняем петельку закрепляем ее и вяжем уже наши кромочные пышные столбики воздушная петелька и второй кромочный пышный столбик дальше опять поворачиваем изделие и продолжаем здесь вязать наши пышные столбики далее вытягиваем длинную петельку закрепляем ее идем в наши четыре столбика здесь между столбиками будем вывязывать по два столбика общее количество должно быть у нас 6 столбиков и так первый столбик тоже также вытягиваем длинную петельку столбик воздушная петелька второй столбик в это же место дальше воздушная петелька следующие между двумя столбиками вяжем опять два столбика то есть один столбик воздушная петелька второй столбик опять воздушная петелька и следующие два столбика между двумя столбиками один воздушная петелька и опять еще один столбик удлиняем ниточку петельку закрепляем ее вот у нас получалось сначала два столбика затем четыре столбика теперь шесть столбиков и идем вязать наши кромочные пышные столбики так опять поворачиваем изделие вяжем опять кромочные столбики пышные удлиняем ниточку петельку закрепляем ее и идем вывязывать теперь уже десять столбиков то есть между столбиками между двумя столбиками провязываем два столбика здесь два столбика здесь здесь и здесь точно также удлиняем петельку закрепляем ее воздушная петля следующий удлиняем закрепляем воздушная петля и так мы провязываем 10 столбиков почему удлиняется петелька так как у меня шарь была связана по образцу турецкой вязальщицы и она вязала точно так же нитка пышная тонкая и поэтому эффект дается совершенно другой то есть если бы мы вязали простой столбик не вытягивали петельку он бы немножко выглядел по-другому ну так как таким образом когда вяжем удлиненную петельку нитка у нас пышная тонкая то она смотрится совсем по-другому более симпатично но на мой взгляд так кажется и вот эти вот соединительные удлиненные петельки между рапортами узора между соединением тоже вытянутые петельки вот такие вот и они смотрятся на рисунке на образце совсем по-другому более легкие и более воздушные можно конечно делать и обыкновенную цепочку в обыкновенную воздушную цепочку но это кому как и теперь дальше довязываем пышный столбик кромочный и вторую здесь эти пышные кромочные столбики они остаются неизменными их постоянно надо провязывать поворачиваем изделие и вяжем следующий ряд вытянем ниточку соединительную вот эту вот теперь теперь между нашими десятью столбиками будем вязать пышный столбик то есть вот эту вот часть здесь мы уже провязали столбики теперь будем вязать наши пышные столбики делаем накид и 1 накид 2 и 3 закрепляемся получается пышный столбик дальше воздушная петелька и идем в следующий ряд между двумя столбиками тоже вяжем пышный столбик и так у нас должно получиться 9 пышных столбиков и вот и и и и и и и и и еще один я иногда 2 накида делаю иногда 3 накида делаю это сейчас для меня не столь актуально для нас поэтому я хочу вам быстренько это все показать можете 3 накида делать можете 4 накида делать чтобы быть пышнее столбик это уже ваше желание итак итак мы связали с вами пышные столбики уже в ананасе теперь у нас идет следующий ряд в этом ряду нам надо будет уже после кромочных пышных столбиков там где у нас длинная петелька нам надо будет еще одна добавить еще одну длинную петлю потому что здесь уже начинается дополнительная петля для того чтобы уже начинать следующий ананас то есть в этом ряду мы после кромочных пышных столбиков делаем длинную петельку закрепляем ее затем вытягиваем еще одну длинную петельку и потом уже начинаем вязать арочки над ананасом для того чтобы уже в следующем ряду мы начинали прибавлять столбики для вывязывания следующих двух ананасов сейчас мы вяжем эту сторону и будем делать таким образом значит вы довязали кромочные столбики вытянули одну длинную петельку вот так вот закрепили ее затем вытягиваем еще одну длинную петельку опять ее закрепили и теперь идем ввязывать арочки над ананасиком здесь две или три воздушные петельки над ананасом арочки тут тоже смотрите по вашему по вашей пряжи если тонкая пряжа значит делайте три воздушные петельки тут можно вообще варьировать как вы пожелаете и так между пышными столбиками провязываем арочки из трех воздушных петелек и так теперь у нас вытягивается длинная петелька закрывается еще раз длинная петелька закрепляется и вяжется опять пышные столбики кромочные поворачиваем изделия вывязываем наши кромочные столбики пышные теперь длинная петелька вытягиваем сильно длинная тоже не надо вытягивать это длинная петелька должна заменять две или три воздушные петли и так теперь там где у нас было соединение между двумя длинными петлями мы будем вывязывать два столбика то есть прокалываем крючочек между ними вытягиваем петлю вяжем столбик воздушная петелька и сюда же еще один столбик это уже начало наша следующего ананаса теперь вытягиваем длинную петельку опять ее закрепляем и идем вязать наши арочки арочка сокращается на одну теперь после того как вы довяжите два столбика добавочные провяжите арочки с этой стороны добавляете два столбика и начинается повтор всего узора которые мы начинали с первого ряда то есть в обратную сторону идете там где было два столбика вяжите 4 столбика арочки закрываются дальше опять с этой стороны 4 столбика довязываете пышные столбики возвращаетесь обратно 6 столбиков арочки довязывайте 6 столбиков арочки довязываете кромочные возвращаетесь вяжите 10 столбиков уже опять идете сюда довязываете арочку в этот ананас довязываете 10 столбиков возвращаетесь в обратную сторону идете вяжите наши пышные столбики довязываете здесь арочки опять 9 пышных столбиков возвращаетесь обратно и вот здесь опять добавляете петлю для того чтобы начинать вывязывать следующий ананас потому что в этом ананасе уже начинаются вязаться арочки добавляете петлю вяжите арочки здесь у вас должна остаться одна арочка вяжите арочки здесь в конце добавляете еще одну длинную петельку возвращаетесь в эту длинную петельку вяжите два столбика арочки здесь у вас осталась одна арочка добавляете два столбика и все вяжете в эту сторону здесь тоже добавляете два столбика и пошли вязать все дальше здесь главное еще раз повторю не запутаться что когда вы провяжете пышные столбики и начнете вязать арочки то обязательно в начале и в конце изделия вы добавляете добавочную петлю для того чтобы уже в следующем ряду добавлять наши столбики конце и начале узора и все узоры и все ряды будут у вас повторяться вот таким образом запомните быстро легко растяну покажу еще раз чтобы вы хорошо внимательно посмотрели бывает что слова не всегда доходят но визуально смотреть намного проще вот как вы видите пышные столбики закончились арочка и здесь добавляется добавочная петля для того чтобы вязать уже следующий ананас все девчонки легко просто и быстро запоминается главное вам связать первые три ананаса чтобы не запутались а дальше уже все пойдет как по маслу у вас уверяю вас что дорогие мои надеемся что я вам доступно объяснила и у вас все это получится и вы свяжете себе тоже замечательную и красивую шарь всем удачи всем ровных петелек всем пока пока спасибо вам за просмотр за ваши комментарии для следующей встречи всех целую и всех обнимаю